Девушки отдыхают В 7 утра выйдут данные о торговом балансе Германии за октябрь. Профицит торгового баланса в сентябре увеличился благодаря увеличению объемов экспорта. Данные об объемах промышленного производства в Великобритании за октябрь будут опубликованы в 8.30. Объемы производства в сентябре превысили ожидания, хотя в августе они сократились на 0,1%. Далее в 3 часа дня по Гринычу выйдут две публикации касательной экономики США в октябре, среди которых и данные о количестве открытых вакансий на рынке труда. В сентябре количество вакансий оставалось неизменным и приближалось к рекордно высокому показателю. В сентябре запасы товара в оптовой торговле немного превысили ожидания, а объемы продаж также увеличились. В это же время выйдут ожидаемые данные об уровне ВВП Великобритании за ноябрь от Национального института экономических и социальных исследований. Предыдущий отчет покрывал период с августа по октябрь и показал стабильный рост уровня ВВП. В 11.30 вечера будут опубликованы данные индекса уверенности потребителей Австралии от Вестпак за декабрь. В ноябре индекс повышался, но он по-прежнему указывает на негативное настроение потребителей. В 11.50 выйдут данные индекса деловых условий для крупных производителей в Японии за четвертый квартал. В третьем квартале данные индекса превысили ожидания, хотя во втором квартале он составил минус 13,9. Последними в 5 утра выйдут данные индекса уверенности потребителей в Японии за октябрь. В октябре индекс понижался третий месяц подряд, хотя, согласно ожиданиям, он должен был немного повыситься. На этом очередной выпуск экономического календаря подошел к концу. В следующей программе смотрите обзор самых важных событий и публикации среды. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!